всем привет сегодня рассмотрим но мы продолжаем изучать sdl но по факту здесь sdl просто используется это не возможности sd так вот у лази у нас по на этом уроке который мы сегодня рассмотрим будет рассматриваться система частиц как бы партикил энджайн джайн да вот ну я немного по-другому сделал ну то есть идея такая же но другая реализация потому что у него что-то было не очень на мой взгляд красиво ну 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 короче он сделал здесь простейшую реализацию системы частиц простейшую реализацию без простейшей физики просто то здесь физики нет совсем если меня доберутся руки и будет время то я сделаю простейший пример уже на основном канале по поводу физики частиц вот ну а здесь а здесь вот такой пример рассмотрим то есть некая . такая большая и она движется и от нее типа остаются маленькие частички вот но у него частички здесь якобы мерцают вроде как бы мерцают у меня они просто затухают вот и давайте посмотрим ну давайте конечно же сейчас увидим это как она выглядит то есть вот вот желтая . и там такие частички красненькие желтенькие вот за точкой движутся и пропадают как вы видите как это сделано но это сделано очень просто смотри партикл да это одна частичка что у нее есть у нее есть координаты которыми она и с которыми она инициализируется дальше функция отрисовки дальше ре и нет ну потому что частичка у нас может помереть то есть потухнуть для того чтобы не создавать новый объект можно просто ре инициализировать старый 3 с новыми значениями вот ну проверяем мертвая частичка или нет вот это внутренняя функция теперь смотрите что тут еще есть из внутренних членов здесь у нас mx и микрик альфа dx альфа ну dx это то значение на которое нужно уменьшать альфу альфа это наша прозрачная да то есть если мы для текстуры можем устанавливать прозрачность то есть если 255 то значит она никакая не прозрачная вот дальше булевский флажочек который отвечает мертва частичка или нет дальше индекс что то что это за индекс узнаете и фрейм номер фреймя номер кадра номер кадра нам говорит о том какой текущий кадр и сколько осталось до смерти вот смотрите я перешел в реализации вот здесь у меня смотрите есть массив текстур текстур данном случае 12 штук так вот на в эти все текстуры я загружаю картин очки вот у меня есть разные картиночки рада 1 2 3 4 5 и ел точно так же чё это за картиночка это картиночки 4 на 4 пикселя на 4 ширина и 4 высота и вот примерно как они выглядят так сейчас увеличим вот такая картиночка то есть red red 1 2 то есть это в уме в сторону уменьшения идет то есть интенсивность и ну давайте red 5 red 5 почти белый короче то же самое и желтым до желтый потом менее желтый еще менее еще 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 так вот вот у меня 12 текстур дальше что такое индекс я случайным образом когда инициализирую частичку ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой выбираю выбираю вот вран рандомом индекс то есть от 0 до 11 то есть как какую текстурку какую картинку используя для частиц вот это инициализация здесь я сбрасываю все флаги то есть она не мертва вот м из д равно фолус номер кадра 0 хотя номер кадра можно к примеру сделать тоже ранд вот так вот и до до 30 например дальше альфу и альфу альфу и уменьшение давайте сделаем еще вот так вот так минус м фрейм а вот у себя здесь вычисляет x насколько надо уменьшать альфу чтобы она в заданное количество фреймов достигла нуля вот ну и все теперь смотрите теперь смотрите теперь смотрите до текстурки я загрузил это у меня статическим усил и то есть это в памяти в одном единственном экземпляре каждый объект вот а дальше я смотрю по индексу какой индекс да какая текстурка соответствует текущей частички и каждый раз для отрисовки текстурки я устанавливаю координаты устанавливаю альфу и рисую вот есть можно было сделать как можно было бы для частички загружать эту текстуру и для каждой частицы хранить отдельный объект текстуры к примеру если у нас 200 частичек то у нас было бы 200 текстур в данном случае всего лишь 12 текстур используется просто каждый раз для каждой устанавливается координаты и альфа ну и отрисовка вот теперь смотрите если количество фреймов то есть к при каждой отрисовки у нас увеличится увеличивается количество кадров так вот если количество кадров стало больше чем кадров для при которой частичка умирает что-то было 30 давайте 60 поставим а ну-ка посмотрим вот вот так вот поинтереснее вот так вот у нас след какой то то есть какие-то частичками меньше живут какие-то дольше то есть при 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 всем хорошем частичка живет максимум 60 кадров а 60 кадров это у нас одна секунда вот вот соответственно вот мы указываем и для каждой частички есть такой рандом да где у нас тут фрейм вот от 0 до 29 то есть с какого фрейма начинать то есть но какая-то частичка может начать жизнь и ру жизнь грубо говоря с 29 кадра соответственно жить она будет всего лишь там 31 кадр а это пол секунды но я думаю вы идею поняли так вот это реализация объекта частичка она очень простая перейдем к реализации точки что такое точка у точки есть mx m y координаты dx dy это куда она смещается вектор частичек и текстура непосредственно этот кружочек вот и все то есть смотрите давайте посмотрим на реализацию реализация простая при инициализации точки инициализируется начальной dx dy то есть куда будет двигаться . дальше создаются то есть резервируется место под массив у меня от 60 точек 60 частичек для каждой точки и заполняется массив дальше загружаем текстурку нашей точки дальше при отрисовке при отрисовке я устанавливаю позицию точке и дальше отрисовываю ее и рисую все частички дальше при движении что происходит при движении ну во первых я проверяю не вышли ли мы за края за границей крана если вышли то меня dx это с этим вы знакомы и дальше дальше ясм а это я просто подсчитывал для бага это не надо здесь вот здесь я смотрю если частичка мертва какая-то то у меня такой рандом до чтобы не каждый раз если частичка мертва она воскрешала а вот если рандом от 0 до 4 ну то есть 0 1 2 3 и если выпадет число которое равное трем то тогда я частичку воскрешаю и каким образом я воскрешаю я смотрю куда движется движется моя мой шарик моя . я смотрю это для того чтобы правильно инициализировать чтобы как бы точки ну груб вот вот здесь чуть неправильно грубо говоря в идеале появлялись вот вот здесь с левого края до слева края когда она движется по и диагонали сюда то слева вот давайте давайте вот это окошечко представим что это . и вот она вот так вот движется знаешь частички примерно в этой области должны появляться если сюда движется знаешь в этой области если сюда то в этой области ну как бы след оставляю если сюда то в этой области я особо не заморачивался на вскидку это сделал как вы видите оно более-менее работает но было бы хорошо если бы вы сделали это идеально соответственно примерно в нужных частях появляются появляются наши частички и все вроде красиво только мне интересно почему 65 почему 65 кадров я по моему здесь в синг использовал или нет давайте я сейчас быстренько гляну да в синг у нас у нас включено почему 65 кадров получилось может быть проблема при подсчете интересно ладно это такое уже так вот так вот так вот на чем я закончил а над тем что показал вам показал вам эту систему частиц то есть реализация очень простая физики нет вообще и довольно таки красивенький эффект остается вот да ну в принципе все добавить больше нечего как бы и здесь у лези тоже ну здесь другая реализация чем у меня я об этом говорил вот и теперь даже не знаю что нам рассматривать дальше потому что есть еще очень много интересных тем а здесь а здесь а здесь вот мы вот тут сейчас возможно я вот это еще рассмотрю битмапы посмотрю что за текстур манипулейшен если там что-то действительно важно то посмотрю на на эту это не будем это об этом я говорил ну короче еще урока 3-4 будет и думаю все ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока а да архив с этими исходниками конечно же будет прикреплен к уроку все теперь точно всем пока 2-4 и в Продолжение следует...